здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы проведем тестирование роутеров и сравним их с дешевым и ответим на небольшие вопросы очень часто люди которые у нас заказывают оборудование потом иногда предъявляют такие претензии почему у них что-то не так давайте об этом поговорим когда вы заказываете оборудование основанное на 3372 вот на таком а потом берете и говорите что-то плохо работает потому что какой-то телефон скажем ценой за 35 или 50000 рублей выдает скорость 80 90 мегабит а когда вы приобретаете вот этот вот модем до 2000 рублей и говорит что вам выдает 20 то наверное как можно сравнить как можно сравнить вот этот вот телефон за 50000 рублей и вот это модем за 2 он в 25 раз медленнее соответственно может работать также многие телефоны работают в шестой категории лты и а многие телефоны в более развитых местах могут работать еще в ком 256 модуляции данный модем поддерживает к только к вам 64 соответственно он никогда не сможет утягаться с айфонами 10 12 13 ими всякими дорогими хуэй на самсунгами и всяким другим говном дорогим соответственно вот этот бюджетный класс он не может работать быстро в принципе у нас получались скоростя на нем и на основе вот этих вот модемов 3372 у нас получали скоростя до 90 мегабит кто-то получал и больше ну они на это не рассчитаны то есть если у вас данное устройство основаны на таком модеме выдает скажем до 60 мегабит то считаете что все прекрасно жизнь удалась больше ничего не нужно если вам этого мало тогда можно рассмотреть вариант роутера 6 категории 525 модем точнее роутер 525 хэйвэй сейчас мы покажем его ну вот такой вот моделька это самая бюджетная в своем классе будет у нас 525 самый простенький значит вот он имеет на борту уже гигабитные интерфейсы 4 имеет две встроенные антенны кодосма имеет usb телефон телефонный разъем и он 600 лт 6 категории до 300 мегабит может принимать соответственно вот он стоит уже явно во много раз дороже нежели вот этого вот роутера то есть вот этот роутер и этот между этими моделями вот так вот если говорить цена не менее чем семь восемь тысяч рублей дальше мы вам покажем вот такое устройство это у нас 528 данный роутер более качественный правда имеет по выходу нестандартно два тс 9 разъема также может подключаться две внешние антенны его особенность он может работать с двумя базовыми станциями с двумя секторами одновременно как и вот эта предыдущая модель но при этом же он может видеть четыре базовых станции но работы только с двумя то есть в городе актуально то есть вот этот роутер в городе будет намного лучше чем вот этот вот то есть где-то ну скажем если этот у вас может поймать 130 120 мегабит то этот наверное поймает 150 160 то есть вот в принципе не небольшая разница но есть разница как в качестве изготовления так и в самом роутере так вот предполагаем положим так вот это все у нас дешевенько барахло ну и рассмотрим еще один вариант это уже такой роутер облучатель от фирмы крокс здесь уже встроена антенна она ими естественно направлены на модуле шестой категории также до 300 мегабит может работать также может работать с двумя базовыми станциями если сигнала хватает для агрегации соответственно он сразу же выходит в режим агрегации если нет то нет управление начнете стука вообще вопросы возникнута управление выбором диапазона производится из веб-интерфейса а посмотреть работает агрегация или нет ну только из терминала команды но в принципе вы это увидите по скорости то есть вот этот роутер его можно в принципе поставить наверное как-то между так вот их посередине расставить но по цене он будет дороже 528 потому что но все-таки сантенны направленные другие у него условия применения но по качеству работы и по скорости они будут выставлены в таком вот порядке что мы в принципе и ближайшее время проверим и покажем уже на практике потому что даже когда в городе телефон выдает 35 мегабит то модем вот такой выдает 25 и это в принципе разница потому что 4g плюс даже на маленьких скоростях агрегируется и эффект в принципе достигается ну вот в общем то выехали мы в полевые условия для того чтобы снять вам показать как работает разница в роутерах но немножко покажем что мы здесь и где находимся находимся в принципе в город ржев окраина здесь вроде ловится не в неплохо мегафон вот училище здесь всякие для штукатур муляров так далее но не суть опять рядом с дорогой но здесь вроде потише сейчас будет здесь медленно все ездит значит что мы вам продемонстрируем давайте покажем что мы имеем по скорости по мегафону так давайте сейчас наедем по картиночке вот телефон у нас samsung с 10 е то есть либо тут сейчас ком 256 отрабатывает либо это lte 6 категории до 300 мегабит принципе видим вот такие показатели видим вот небольшой плюсик мы видим по входу вот такие вот скорости сейчас мы значит это все дело продемонстрируем значит давайте посмотрим в каком диапазоне работает запустим программу видим что это у нас b7 band правда пропал но изначально писала семерочка вот здесь вот и в общем то это 2600 у нас может быть сейчас он неправильно определяет но был 2600 бы написался 2600 но не суть все сейчас будем снимать уже соответственно на других устройствах так продолжаем съемку значит здесь у нас сейчас на данный момент стоит модем стоит модем подключенный вот он такой модемчик 33 72 сейчас мы посмотрим какая же все таки скорость будет у нас непосредственно на значит непосредственно будет на модеме получим либо те же самые 100 мегабит 90 или это все таки будет меньше значит что мы здесь видим по уровню сигнала в принципе все тоже самое открывается до те же самые 17 20 16 сигнал шум 2600 не отображается почему-то тоже как на телефоне но не суть меряем скорость сейчас мы увидим сделаем сейчас буквально два замера потом достанем более современный роутер и посмотрим разницу кат 4 и кат 6 на нескольких устройствах так видим вот значит 22 мегабита на 32 так давайте сделаем соответственно еще один замер видим все эти видим видите какой ради какая какой результат давайте сейчас даже приблизим с камеры вот он результат модема 4g lte давайте сделаем два теста одновременно то есть запустим на модеме запустим на телефоне тест и посмотрим разницу то есть один и тот же сервер ретина петербург запускаем здесь запускаем тут не знаю видно там сейчас будет или нет чутка вот так сейчас сделаем видим разницу вот телефон в том в той низине 38 выдает модем одновременно 17 40 на 18 то есть принципе вот видим разницу даже телефон находится в разном положении от модема плюс он закрыт экраном ноутбука и все равно телефон выдает лучше по входу по выходу меньше параметры по большому счету закономерны давайте сделаем повторный тест вот телефон сделаем значит на высоте телефон на высоте модема и посмотрим вот разницу в результате вот видите сразу же 70 на одной высоте делаем тест 80 мегабит все в общем то можно сказать что модем проигрывает даже сюда отнести но разницы никакой не будет модем проигрывает в четыре раза телефону все последний окончательный тест дальше будем проверять уже накат 6 видим как работа работает можно сказать не очень но за эти деньги телефон стоит полтоса модем стоит 2000 рублей разница в принципе нормальная следующий тест будем проводить вот на таком роутере по ценовой политике он следующий у нас идет значит что смотрим поставили мы вот такой 525 роутер сейчас будем смотреть что он нам покажет что нам показывает по сигналу мы видим что чуть меньше почему-то как в двумцах не уходит это есть 4g плюс есть не есть непонятно смотрим по скорости в том же самом положении но насасывает явно больше явно больше почему непонятно ну где-то 30 мегабит я где-то мы видим то есть модем работал до 30 ну видим что обратный канал хуже хотя у модем обратный канал был намного лучше нежели чем здесь давайте обновим страницу на всякий случай может быть может быть с переключением что-то пошло не так такое может быть сейчас выберем новый сервер сервер выберем тот же ну давайте что-то очень долго все это дело у нас идет выбираем тот же самый сервер смотрим что нам покажет почему-то пока нас не удивляет этот модем эта модель на данный момент почему-то она не перешла в агрегацию и в общем то второй показатель особо не отличается от первого следовательно берем сейчас 528 роутер посмотрим что покажет он нам здесь в общем то все понятно лучше особо не стало как бы все то же самое все то же самое говно но в профиль хотя это кат 6 и очень странно почему так павел выходи ну вот и дошла очередь до 528 посмотрим на что он способен видно по огонькам что это 528 роутер все тот же мегафон но по шкале видно что чуть лучше видно что 4g плюс 4g стоит обычная плюсов никаких нету давайте сделаем измерения так делаем спидоносцем измерения скорости ну видим что он конечно уделывает 500 значит что у нас у нас уделает 525 чутка все таки как-то резво начал сейчас сделаем два теста посмотрим по обратному каналу явно видно что он его уделывает сейчас значит был второе измерение делайте посмотрим переходит ли он в режим агрегации 4g плюс ца или нет так давайте еще один тест сделаем и во время теста когда будет измерение мы с вами перейдем и посмотрим видим что ушло за 35 видим здесь пишут 4g lte c плюс значит модем работает в агрегации но выдает 30 мегабит 32 хотя вот тот модем не выдавал но здесь вот видите как складно идет хорошо непонятно что происходит почему так давайте значит посмотрим что по характеристикам мы здесь будем иметь на этом модеме видим мегафон видим что у нас здесь стоит 2600 видно четыре вышки разные абсолютно полоса 20 давайте сделаем значит здесь а настройка сети выберем только lte и оставим только 2600 ну я не знаю мне кажется это не поможет то есть выберем один диапазон чисто 2600 потому что агрегация здесь идет по 7 плюс по 7 если она будет отрабатываться на одном диапазоне значит все верно мы с вами сделали давайте посмотрим по скорости последний замер на 528 и перейдем уже к роутрус модулем нет лучше не становится все так же но чуть побольше стало ну хотя тоже сваливается видите как бы все в районе 32 35 мегабит крутится обратный канал в принципе хорошо идет вот сейчас в общем то мы сделаем замер уже непосредственно на последнем устройстве на нашем в принципе видим вот 6 категория выдает примерно больше в два раза ну в полтора два раза нежели чем это выдает обычный модем то есть сейчас вечер ведь все таки на самом деле 36 лучше чем 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 14 15 ну два раза до два раза включили вот такой вот бочонок lte 6 категории значит что вам про него можем немного сказать значит вот здесь мы видим видно 2 2 уровня сигнала вот они два уровня сигнала по которой можно смотреть соответственно что мы здесь если здесь агрегация или нет делаем еще один запрос и посмотрим вот мы видим что здесь б-7 одна полоса и вот б-7 вторая полоса 20 на 20 видим два уровня сигнала видим два прием 2 передачи соответственно видим что это у нас стоит куалком вот он наш модуль 74 55 ну давайте посмотрим что мы будем иметь здесь по скорости по скорости мы в принципе здесь имеем примерно те же самые параметры ну даже наверное можно сказать что чуть на по первому тесту вроде бы даже чуть лучше чем 528 это с одной стороны но все таки с другой стороны здесь стоит мимо антенна 8 дебяй и она направленная поэтому тест все таки примерный давайте сделаем второй замер можем во время замера даже а ну во время замера не будем там неудобно так ну через раз попробуем в принципе можно сказать что он лучше работает потому что видите вот даже до полтосика добивает о как о как интересно все таки куалком переплюнул 528 в данном тесте сейчас вот пока тестируется все это дело сейчас я покажу что мы имеем с телефона какой тест ну давайте вот сейчас сейчас покажу что по телефону будем иметь ну а по телефону мы имеем все таки 70 мегабит 60 видите 65 даже 60 ну 68 и обратный канал сейчас посмотрим вот обратный канал давайте для эксперимента запустим одновременно два теста я думаю это будет интересно вам посмотреть как это будет отрабатывать у нас ноутбук и и так и здесь телефончик разум не знаю как там видно будет так ноутбук я вижу отрабатывает 40 мегабит телефон отрабатывает 12 значит вот видите там 50 мегабит здесь вот 10 походу тут еще ограничение на базовой станции какой-то ноутбук 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 ну вот видно видно не акти ноутбук по обратному каналу выровнялись так сейчас я сброшу давайте первый тест я запущу на телефоне потом запустим на том устройстве возможно проблема в том что не хватает значит у нас о видите смотрите телефон пошел за 80 мегабит видно да о даже даже 70 а теперь в обратную сторону теперь у нас тот то устройство выдает меньше поэтому можно сказать что на базовой станции порядка 80 мегабит вот смотрите сейчас мы здесь меряем на телефоне обратный канал а там уже приемка пошла но вот судя из этих результатов можно сказать что в принципе больше мне понравился вот этот qualcomm он выдает больше скоростя все таки лучше он отрабатывает давайте последний чистый замер этого устройства да и это кстати второе видео где qualcomm mc 74 55 обыгрывает обыгрывает 525 но с 528 мы прошлый раз его не сравнивали ну все таки можно видеть что результат есть все таки показания показания отличаются в зависимости от загруженности давайте перейдем в терминал и посмотрим еще раз если он да где-то ошибся без а букву с пропустил видим что агрегация у нас сохранена так для тех кто говорил что в qualcomm нельзя было выбирать базу эти какого бэнды бэнды выбирать можно то есть вот у нас стоят 3 7 но так как мы видим что в принципе все работает то есть можно выбирать непосредственно как приоритет по операторам так и можно выбирать по бэнду с этим проблем нету агрегация смотрится в принципе одной командой вот так вот что еще можно сказать ну давайте сделаем крайний тест по торренту раз это самое производительное устройство посмотрим что оно сможет нам выжать в максимальном случае сейчас мы запустим торрент и продолжим где нам торрент где нам торрент найти хоть какой-то как добавить а вот смотрите сейчас мы тут мы добавляем этого 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 того того ну и я думаю нам это выходит хватит для того чтобы так не надо ничего заменять так ик качай заново что качай 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 что место ну давайте один оставим какой-нибудь вот так вот и сейчас мы с вами увидим какая загрузочная скорость какая загрузочная скорость у нас будет на данный момент мы видим сейчас 4 мегабайта в секунду 5 7 5 мегабайт в секунду 4.7 было да то есть что в принципе сравниво наверное с 50 мегабитами это мы сейчас с вами так вот сделаем и вот здесь мы будем видеть реальную загрузку по зернету по зернету по зернету мы видим реальную загрузку 60 мегабит вот здесь 5 мегабайт в секунду здесь 44 мегабайт в секунду но это торрент он может у нас плясать давайте сейчас вот вам продемонстрируем с видеокамеры видим вот 45 и видим вот так вот 50 мегабит то есть вот на что способен этот Qualcomm модуль очень хорошо работает тест проводили на ноутбуке вот на таком хаоми вот на таком аккумуляторе вот такое устройство видим с вами что скорость конечно прыгает закачки но в принципе держится от 40 до 50 но это торрент это нормально 35-50 что еще одно доказательство что наши тарифы работают на торренте в общем то сим карты с полным безлимитом можно оформить у нас в интернет-магазине также можно приобрести такое устройство также можно будет приобрести 528 можно приобрести 525 и скоро появится в продаже 715 роутер в общем то вот мы вам сравнили наглядно показали что смотрите вот как что это это вы вы Продолжение следует...